Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марины Симонова и смотрите в этом выпуске. Преоритеты определены. Глава Удмуртии представил ежегодный доклад о положении дел в республике. Вакцинация от ковид вошла в национальный прививочный календарь. И новые лица в зале и на сцене. Как прожил этот год театр «Молодой человек» расскажем. Республика намерена вновь выйти с предложением о переспределении средств в пользу регионов. Об этом депутаты госсовета сообщили сразу же после выступления главы. Александр Бричалов представил ежегодный доклад о положении дел в республике. Основные тезисы в репортаже Альбины Валикжаниной. Свой доклад Александр Бричалов начинает с цифр. В бюджеты всех уровней республики с начала года поступило 268 миллиардов рублей. Из них 75% перечислили в федеральный. Столь значительный рост отчислений в федеральный бюджет в первую очередь объясняется ростом двух базовых налогов – НДС и НДПИ. Но мы видим рост и по другим источникам. Таким, как налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, доходы от малого и среднего бизнеса. Всего доходная часть бюджета республики в итоге в следующем году составит 72,5 миллиарда рублей. Это на 9 миллиардов выше уровня 2019-го. Существенную часть этих средств направят на здравоохранение. В 2022-м завершится строительство детской поликлиники в Можге и взрослой в Воткинске. Откроются амбулатории в Ягуле и Хохряках, появятся центры репродуктивного здоровья, где ежегодно смогут проходить обследование более 10 тысяч человек. Приоритетом останется и образование. В 2022-м будет достроено 4 школы, подготовят проект новой школы для учеников 39-й, здание которой было признано аварийным. И начнется реализация новой федеральной программы по капремонту образовательных учреждений. Мы планируем отремонтировать 15 школ, причем большая часть это сельские школы. Я перечислю их. В городах это Ижевская Можга, в селах Орловская, Сюмси, Сюмсинского района, Нылга и поселок Ува, Увинского района, Каракулино, три школы в поселке Яр, Тарасово, Сарапульского района, Красногорское, поселки Игра, Алнаши и Понино, Глазовского района. Глава озвучил планы по всем отраслям культуре, спорту, ЖКХ, но остается еще полсотни проектов, реализация которых могла бы дать серьезный толчок в развитии экономики республики. Но на это нужны средства. Возвращаясь к началу доклада главы, депутаты предложили выйти с инициативой в федеральное собрание об изменении бюджетного кодекса. Мы выходили в Совет Федерации, нас практически поддержали в этом вопросе. Сегодня готовим законодательную инициативу уже в Государственную Думу, в правительство, чтобы на самом деле пересмотрели, есть у нас что делать, чем заниматься, строить, развивать республику. Это и по дорогам, по инфраструктуре, много хороших проектов. И думаю, что это было бы только благом для всей страны, если будет развиваться регион. От этого лучше, наверное, и Российской Федерации. Предложение парламентариев дофинансировать регионы до соотношения 50 на 50. То есть из всех перечисленных средств в федеральный бюджет вернуть половину на конкретные проекты. В этом случае Удмуртия могла бы получить дополнительно еще 30 миллиардов рублей. Альбина Валикжанина, Василий Хохряков, новости. Вакцинация от COVID-19 включена в национальный календарь профилактических прививок. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации. Согласно календарю, к приоритету первого уровня для вакцинации относятся работники сферы медицины, образования, лица с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. В документе также сказано, что вакцинация несовершеннолетних от коронавируса должна проводиться добровольно по письменному заявлению родителей. Напомню, в конце ноября в России была зарегистрирована вакцина от новой коронавирусной инфекции для подростков от 12 до 17 лет. Поступление препарата в республику ожидается в ближайшее время. В Ижевск накануне прибыл первый самолет из Новосибирска. Республика продолжает реализацию государственной программы по транспортной доступности для жителей республики. В планах регионального Минтранса увлечить пассажиропоток Ижевского аэропорта до 1 миллиона 300 тысяч пассажиров в год. Анна Ковырзина продолжит. Это первая посадка в Ижевском аэропорту нового рейса. Самолет авиакомпании S7 Airlines прилетел из Новосибирска. Он рассчитан на 78 мест. Время полета – 3 часа. Юлия Чурилова – одна из первых пассажиров нового рейса. Она из Красноярска. В Ижевск часто приезжают в командировки. Раньше дорога занимала больше 10 часов. Теперь втрое меньше. Через Москву летали. Долго времени проводили в аэропорту. А сейчас 3 часа, и мы уже практически дома будем. Новый рейс обеспечит стыковки с другими авиарейсами на восток страны и за ее пределы. Из Новосибирска можно улететь в Иркутск, Красноярск, Новый Уренгой, Сургут, Дубай, Таиланд. Всего 20 направлений. Транспорт на Розетске стал быстрее, так как возможность появилась летать сразу на восток, минуя другие трансферные узлы. Сразу большой наш второй хаб в Новосибирск. И оттуда разлет дальше на восток. Рейс субсидируемый. То есть он финансируется сразу из трех источников. Это правительство Новосибирской области, это правительство Удмуртской республики и правительство Российской Федерации через Росавиацию. Договор республики с новым перевозчиком – часть программы по расширению транспортной доступности для жителей Удмуртии. В 2024 году планируется сдача в эксплуатацию нового терминала с международным пунктом пропуска. В 2030 году мы поставили себе планку увеличить пассажиропоток через наш аэропорт до 1 миллиона 270 тысяч. Вот это как раз сегодняшнее событие, одно из тех событий, которое повлечет увеличение пассажиропотока. Сегодня из Ижевска улететь можно в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Новосибирск. Анна Ковырзина, Илья Дериндяев. Новости. Более 16 тысяч семей в республике рискуют остаться в Новый год без электричества. Столько писем предупреждений разослал «Энергосбыт» в декабре. Должникам советуют не затягивать с оплаты. Сейчас есть возможность еще и списать пение, как расскажут наши журналисты. Мы отпечатываем конверты из списка должников. Их очень много – около 5 тысяч. В «Энергосбыте» на полную мощь работают принтеры. В компании готовят уведомления на отключение электроэнергии. В ближайшее время они придут заказными письмами тем, кто не платил за коммунальные услуги два и более месяцев. Вкладываем счет на оплату и само уведомление. Далее эти уведомления направятся по городу Ежевску еще трем районам. Это Киасовский, Малопургинский и Зарьяловский районы. В этих конвертах доптираж. Основную партию, а это 11 тысяч уведомлений, энергокомпания уже разослала. Предупреждение вписано в квитанции за коммунальные услуги. В «Энергосбыте» настоятельно рекомендуют обратить внимание на подобный текст. Если он есть, значит клиент через 20 дней с момента получения квитанции может быть ограничен от энергоресурса. Юридически должника об этом предупредили. За повторное подключение электроэнергии тоже придется заплатить. Всего в декабре уведомление об отключении энергии получат более 16,5 тысяч должников. Энергокомпания вынуждена усилить работу по неплательщикам. Долг за тепло и электроэнергию приближается к 4 миллиардам рублей. Чтобы не омрачать предстоящие новогодние праздники, в «Энергокомпании» настоятельно рекомендуют рассчитаться с долгами. Тем, кто не может заплатить всю сумму целиком, «Энергосбыт» готов предоставить рассрочку платежа. Помочь в оформлении получения субсидии. Чтобы получить рассрочку, вы можете зайти в личный кабинет. Если его нет, то вы можете его открыть, зарегистрироваться. Если у вас нет интернета, например, в силу каких-то обстоятельств, вы не можете этого сделать. То у нас есть офисы обслуживания на территории Удмуртской республики. Вы можете обратиться туда с заявлением, приложить соответствующие документы. Вам это все объяснят, как это делается. И вам ваше заявление будет рассмотрено, дана обратная связь. Погасить неоплату именно сейчас может быть еще и выгодно. В рамках акции «В Новый год без долгов» компания списывает пенни за просроченные платежи. Подробности на сайте и в офисах обслуживания «Энергосбыта». Елена Абуховская, Юрий Зелененький. Новости. Итоги года подводят в театре «Молодой человек». 2021-й выдался для артистов непростым. Были длинные перерывы. Впрочем, это не помешало работе над репертуаром. А еще в театре за этот год появились и новые актеры, и новые зрители. Разрезаем мех и получаем снежные лапы на елке. В театральных мастерских кипит работа. Здесь готовят декорации для нового спектакля. Впервые на сцене Ижевского театра. Этой зимой будут искать снег. Ты ведь знаешь, почему в нашем городе совсем нет снега? И вообще никакой погоды, а только мокрая, слякоть. Историю про девочку-сыщицу придумала Ксения Драгунская, дочь знаменитого автора Денискиных рассказов. Летом ее не стало. Так что этот спектакль еще и в память о светлом человеке, который так талантливо мог писать. Так отзываются они и в «Молодом человеке», и даже не хотят говорить о писателе в прошедшем времени. Она очень хорошо работает со словом. То есть это еще смешная литература. И всегда есть опасность, а театр – это не литература. Как раз докопаться до того, что там является не литературой, вот это всегда, мне кажется, с Драгунской в этом есть, бывает такая сложность. Потому что, как бы так считаю, уже очень обаятельно. Надо дойти до того, что же там, по театральному говоря, в действии, в театре. Главную героиню спектакля играет Юлия Зайцева, бывшая студентка УДГУ. Год назад вошла в состав «Молодого человека» в труппу театра. Ее пригласили после победы в студенческом театральном конкурсе «Огни Большого вуза». Я пока немножечко не представляю, как с детьми. Это же их реакция, это же нужно всегда на них опираться. Они самые крутые зрители, мне кажется. Потому что либо они принимают. Если ты круто это делаешь, играешь, то они полностью в тебе. А если нет, то им сразу же становится неинтересно. Поэтому на них можно проверять, насколько круто мы сыграли и сделали работу. Новые люди не только на сцене, но и в зрительном зале. В театр потянулись подростки и молодежь. Пушкинская карта открыла возможности для молодых людей чаще бывать в музеях, на концертах и на театральных постановках. В следующем году номинал карты составит 5000 рублей. В этом 3000. И использовать их нужно до конца года. Елена Абуховская, Юрий Зелененький. Новости. И у меня на этом все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...